Где лучше всего сегодня брать информацию? Вы думаете в интернете? Давайте я вам предложу другой источник. Он более объективный, более точный и более надежный. Это подсознание других людей. Более того, мы можем не просто брать информацию, мы можем ее туда закладывать, ту, которую нам надо. Как вам перспективка? Вы думаете, это невозможно? Нет, это возможно, это вопрос тренировок и это способность абсолютно любого человека. Причем работа с информацией в обе стороны, она возможна, она тренируется и она достигает своих результатов в кратчайший период времени. С одной стороны можно иметь информацию, с другой стороны можно ее использовать, свои навыки использовать для достижения каких-то результатов. Мы этому тренируем. Есть целое направление, оно называется инфодайвинг. Оно основано на гипнозе и ушло значительно дальше. Не просто в сомнамбулизм, а в парасомнамбулизм и в работу с информацией. Результаты наши вы можете видеть, их много в интернете. Невероятные, невозможные, самые сказочные, но они есть и они реальны. У нас можно пройти обучение. И самое простое, самое начальное обучение это контакты и ченнелинг. Это, по сути дела, тренировки. Тренировки, брать информацию о мертвых, с мертвых, определять живой или мертвый. То, что у нас для экстрасенсов считается сложным. На самом деле все необычайно просто. Вы будете определять легко после курса эти все вещи. Вы сможете брать из их подсознания ту информацию, которая вам нужна, интерпретировать ее. А кроме того, вы сможете брать информацию из подсознания живых. А кроме того, на курсе мы начнем рассматривать техники влияния и те базовые вещи именно по работе с влияниями. Уже на результат, который вы сможете объективно проверять в жизни, смотреть, использовать. Курс абсолютно прикладной, абсолютно тренировочный и для начинающих. Для тех, кто хочет просто практически отработать, погрузиться и понять, что себя можно слышать, себя можно чувствовать, через себя можно прокачивать информацию из подсознания других людей. Такой человеческий интернет. Хотите познакомиться? Приходите. Скоро в Минске.